Бедствие апостолов в море И в четвертую стражу ночи подошел к ним, идя по морю. Евреи того времени делили всю ночь на четыре части, называвшиеся стражами, по три часа в каждой. Первая стража от шести часов по полудню по нашему времени до девяти часов, вторая от девяти часов до полуночи, третья от полуночи до трех часов утра и четвертая от трех до шести часов утра. Шествие к ним Иисуса по воде Около четвертой стражи, то есть около трех часов утра, проведя всю ночь в молитве, пошел Иисус к бедствующим в плавании, подошел к пустынному берегу, где не было лодок. Единственную лодку, на которой приплыли Иисус с апостолами, теперь било волнами посреди моря. И пошел далее по морю. Плывшие в лодке апостолы находились от берега, где остался Господь, на расстоянии около пяти верст, двадцать пять-тридцать стадий. На таком расстоянии, да еще в темную ночь, Иисус как человек не мог видеть бедствующих апостолов. А если Он знал, что они бедствуют, то это доказывает Его всеведение, то есть свойство божеское. Христос пошел по воде, то есть воспользовался Своей божественной властью творить чудеса, господствовать над законами и силами природы. Но и в данном случае Он воспользовался этой властью не для Себя лично, не для спасения Себя от опасности и не для преодоления препятствий к достижению личных целей. Нет, Он пошел по воде для спасения погибавших апостолов. Тем временем апостолы проплыли уже около двадцати пяти или тридцати стадий от берега, стадии греческой меры длины, равные приблизительно ста восьмидесяти пяти метрам. Плыли они против ветра, усиленно гребли веслами не менее шести часов и, вероятно, окончательно выбились из сил, когда увидели идущего к ним по морю Иисуса. Шла уже четвертая стража ночи, было уже достаточно светло, это было весной перед праздником Пасхи. Апостолы могли хорошо рассмотреть шедшего к ним, но они настолько еще были маловерны, что не могли и подумать, что это идет Иисус. Люди не могут ходить по воде, а Иисус, по их понятиям, был человек, следовательно, Он не мог идти по морю, следовательно, это не Он, а призрак. В древности существовало поверие, что души умерших могут являться людям и бывают видимы, как призраки или тени. За такой-то призрак апостолы приняли шедшего к ним Иисуса. Приняв это явление за дурное предзнаменование о предстоящем крушении их лодки, они в страхе за свою жизнь закричали. Испуг апостолов. Шествие Петра к Иисусу. По сказанию евангелиста Марка, им даже показалось, что этот призрак идет как бы мимо их, хочет миновать их, от Марка 6, 48. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Пылкий Петр, только что кричавший от страха вместе с другими апостолами, услышав теперь голос своего учителя, рвется к нему и молит его, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Некоторые толкователи Евангелия, например, Тренч, находят, что в словах Петра «повели мне» высказано желание выделиться из среды апостолов, такое же желание, какое он высказал и в другом случае, сказав, «Если и все соблазнятся, но не Я», от Марка 14, 29, и что отчасти за это он потерпел неудачу в хождении по воде. Говоря Иисусу, «Повели мне прийти к Тебе по воде», апостол Петр тем самым высказал уверенность, что если Иисус повелит, то он, Петр, дойдет к Нему по воде. Иисус отвечает ему, «Иди». То есть, если вера Твоя в меня сильна, то иди и не бойся, ты придешь ко мне. Собственно, не сила веры Петра совершила чудо. Совершил чудо Христос своей божественной силой. Но для восприятия этой силы нужна была сильная вера Петра. Пока Петр не сомневался, что дойдет до идущего по воде Господа, он шел. А как только вера его поколебалась и страх напал на него, он стал тонуть. Спасение утопающего Петра Петр вышел из лодки. Сила веры свершила над ним чудо. Он пошел по воде. Но неперестававший ветер, бушующие волны отвлекли внимание Петра от ожидавшего его Иисуса. Он испугался. Вера его поколебалась. Он стал погружаться в воду и утопать. В отчаянии он закричал, «Господи, спаси меня!» Христос не остановил ветра и волн, но простер руку свою к Петру, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился? Зачем поколебалась вера твоя, силу которой ты испытал, когда, выйдя из лодки, не погрузился в воду, а пошел по ней ко мне?» Не усмирил Иисус тотчас же бушующее море преднамеренно, желая показать Петру, что он, восстановив в себе поколебавшуюся веру, может вновь идти по воде. «И когда вошли они в лодку, ветер утих». Из этих слов евангелиста видно, что при том же бурном состоянии моря Иисус и Петр дошли до лодки по воде, и когда вошли в нее, то тогда только ветер утих. Пораженные чудом апостолы, по выражению евангелиста Марка, чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо они не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. От Марка 6, 51-52. «Когда же Иисус с Петром вошли в лодку, и ветер мгновенно утих, изумление сменилось благоговением, и они, пав пред Иисусом, поклонились Ему и сказали, «Истинно ты, Сын Божий». Продолжая беспрепятственно плыть, Иисус и апостолы пристали к берегу земли Генесарецкой, как говорят евангелисты Матфея и Марк, глава 14, стих 34, глава 6, стих 53. Или пристали к берегу, куда плыли, как говорит евангелист Иоанн, глава 6, стих 21. В каком бы месте они не пристали к берегу, безразлично. Важно лишь указание евангелиста Иоанна, что лодка тотчас пристала к берегу. Лодка не могла быть близко к берегу, она находилась среди моря, в 25-30 стадиях от места отправления. Следовательно, если она тотчас, то есть чрезвычайно быстро, пристала к берегу, то в этом надо видеть лишь продолжение чуда хождение по воде. Противники достоверности евангелий усматривают противоречия между евангелистами в том, что, по сказанию Иоанна, апостолы хотели принять его, Иисуса, в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли, а по сказаниям Матфея и Марка он вошел в лодку. Из сопоставления этих повествований выводят заключение, что апостолы хотели принять в лодку Иисуса, но не приняли, и лодка без него пристала к берегу, вблизи которого она и находилась в то время. Выводить такое заключение из краткого, недосказанного повествования Иоанна нельзя. Выше было объяснено, почему Иоанн говорит вообще кратко о насыщении народа и хождении Иисуса по воде. Он ничего не сказал даже о хождении Петра по воде, поэтому по меньшей мере неосторожно опровергать подробные повествования других евангелистов кратким, как бы мимоходным, указанием Иоанна на те же события. Да и выражение Иоанна «хотели принять его в лодку» нисколько не исключает самого принятия его. Да, они хотели принять его в лодку, когда он сказал им «это я, не бойтесь», но не приняли его тотчас же, потому что Петр вышел из лодки и пошел к нему, а затем Иисус вместе с Петром вошли в лодку.